Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий сегодняшнего дня О значимых городских событиях случилось немало Вот краткий анонс сегодняшнего выпуска Прошли публичные слушания по вопросу строительства православного храма в парке «Морской славы» Лифт в обмен на деньги. Работники управляющей компании пригрозили жителям отключением лифтов за неуплату Предпраздничное настроение. В Рязани начали устанавливать новогодние ели Ну а теперь обо всем подробнее Вчера вечером в Большом зале администрации Рязани было многолюдно Там проходили публичные слушания по проекту изменений в генеральный план города Касающийся территории парка «Морской славы» Это в микрорайоне Конищево Напомним, что на территории правее центральной аллеи, прямо возле входа Рязанская митрополия предложила построить храм в честь святого князя Владимира Этот проект возможного строительства церкви на публичных слушаниях обсуждали довольно бурно Территория, на которой, возможно, будет построен храм в честь равноапостольного святого Владимира И адмирала Федора Ушакова Составляет небольшой участок на окраине парка «Морской славы» в 1200 квадратных метров Предполагаемый настоятель Владимир Скоробогатов сообщил Что инициатива строительства исходила от жителей Конищева, в том числе и ветеранов флота Церковь должна стать памятником погибшим морякам Появление храма, по его словам, будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию жителей микрорайона Далее священник развенчал слухи о проекте Он заверил, что кроме здания храма не будет построено никаких других строений А возведение церкви будет исключительно на пожертвования прихожан Говорилось с кем-то в каком-то храмном комплексе, который будет исключать в себя жилые здания, пекарны На самом деле ничего подобного там не будет Там будет вот такое здание храма, которое вы перед собой видите Никакой нормальной служитель, тихонь, ни любой человек не будет в этом месте строить себе какой-то дом Это полностью совершенно исключено Также говорилось о том, что пугает людей то, что будут проводиться, например, в храме отбивания То, что будут носить грабли, выясню эту ситуацию Дело в том, что в современной практике все отбивания совершаются на Твадвищенских храмах А в храме-городских храмах таких отбиваний нет К территории парка морской славы, по словам замначальника управления развития Рязанской городской администрации Ольги Свинцовой Прибавят участок земли более 6000 квадратных метров И также в парке высадят около 400 новых деревьев А в Заме в качестве компенсации с целью сохранения площади зеленых насаждений на проживающих Администрация города Рязани предлагается увеличить границы морской славы За счет формирования и соединения существующего уже территория нового земельного участка Общая площадь этого земельного участка составляет 6147 квадратных метров В том числе земельный участок, который переводится из зоны Т2 в зону Д 2197 квадратных метров Таким образом, в Канкове соединяется земельный участок На более чем раз превышающий по площади, чем тот, о котором сегодня идут публичные слушания Согласно новой концепции развития, парк морской славы будет разделен на 4 зоны Мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную Главный архитектор города Наталья Харибутова сообщила, что участок юридически не относится к парковой территории Но входит в перечень объектов озеленения и поэтому не попадает под мораторий на застройку зеленых зон Также помимо этого, согласно слайду, который вы видите Запланировано увеличение земельной зоны в пределах функциональной рекреационной зоны генерального плана И в пределах территориальной зоны Таким образом, площадь объекта озеленения, именно парка Планируется увеличить и функциональную зону генерального плана Который называется «Лазуный городский парк» После выступления докладчиков началась весьма оживленная дискуссия Обсуждения, надо сказать, продлились более трех с половиной часов По итогам публичных слушаний ведущий, депутат городской думы Владислав Фролов сообщил Что в течение трех дней комиссия будет принимать письменное обращение До начала слушаний, по его словам, поступило 3773 подписи за строительство храма и 984 против В нашу редакцию регулярно поступают звонки и обращения горожан жалобами На неправомерные действия управляющих компаний и других учреждений данной отрасли В этот раз просьба о помощи поступила от жителей одного из домов по улице Вокзальной В строении уже более 30 лет, а капитального ремонта он не видел ни разу Управляющая компания ООО «Факт-Н» потребовала жильцов своими силами собрать деньги на профилактическую проверку лифтового оборудования В противном случае пригрозили коммунальщики Собственники квартир старенькой девятиэтажки будут вынуждены передвигаться по подъезду вверх и вниз пешочком Подробнее о коммунальном недопонимании в репортаже Оксаны Тебенихиной Жильцы дома номер 7 по улице Вокзальной, выйдя однажды утром, из подъезда были крайне удивлены Увидев на двери вот такое объявление В нем черным по белому написано, что до 25 ноября они в обязательном порядке должны собрать с каждой квартиры сумму, равную 11 рублям за квадратный метр жилой площади Если же условия управляющей компании не будут выполнены, лифт придется вывести из эксплуатации с 1 декабря этого года Безопасность, как говорится, превыше всего У нас такая проблема. Наш дом, 33 года, постройки старой Вот, лифт по освидетельствованию отслужил срок своей службы, так как 25 лет уже прошло Нам на подъезде нашего дома повесили объявление о том, что мы должны теперь вносить плату за диагностическое освидетельствование этого лифта И непонятно, почему эту плату еще, так сказать, совместили с квадратными метрами каждой квартиры То есть 10,9 рубля с квадратного метра квартиры Кажется, пользуется все-таки человек лифтом, а не квадратные метры квартиры Нам бы хотелось узнать всю правовую основу этих действий Поскольку нам никаких квитанций, ничего не выдается Нам выдали вот такую бумажку, ходите, собирайте деньги Причем должны это делать жильцы Вот, они работники ЖИО Тут указан номер телефона в объявлении, я смотрю, вот вы позвоните Да, я позвонила И мне сказали, что да, собираем деньги на диагностику лифта Будут собирать их в течение, вернее, это действовать будет один раз в три года И с каждой квартиры, не с квартиры, а с каждого квадратного метра по 10,90 Я говорю, ну как же, мы же платим за содержание жилья Это не входит, это диагностика Но, вот сегодня мы прочитали договор, здесь написано, что ремонт входит лифта И техническое освидетельствование, это тоже самое диагностика Делается за счет ЖКО Мы все пока протестные отказались, потому что нам не предоставили Я спросила в ЖИО, документы на основании чего с нас просят эти деньги Они предоставили мне письмо от лифта сервиса Которое просит деньги с них по договору Я так понимаю, они перекладывают эту сумму на нас На основании чего? По крайней мере, должны быть какие-то финансовые документы, законодательные документы На основании чего все это дело делается Вопросы у жильцов возникли самые логичные Во-первых, с какой стати они обязаны сдавать деньги с квадратных метров А не с количества прописанных в квартире людей, например Во-вторых, почему сумма выплаты для жителей первого и девятого этажей одинаковая А в-третьих, почему они вообще должны оплачивать профилактическую диагностику лифта Если эта услуга оплачивается ими ежемесячно по пункту за содержание жилья Расходы на проведение капитального ремонта в том числе должны нести собственники квартирных домов Все это определяется пропорционально их долям в общем имущественном и квартирном доме Сбор денежных средств должен осуществляться не каким-то черным налом А централизованным, если организация подключается к этим вопросам Им на руки должны выдаваться данным собственникам документы строгой отчетности Какие-либо сборы через так называемых старших домов Или через советы домов, где в блокнотике, в тетрадочке или еще где-то на газетке будут записывать ваши фамилии И ту сумму, которую вы передаете, это незаконно Таким образом средства могут поступать не по целевому назначению и расходоваться Поэтому если в такой ситуации, когда на подъезде будет написано Вам необходимо собрать какую-то сумму и там связать свою судьбу со старшим по дому Это следует расценивать как нарушение ваших прав В любом случае, когда проходит какое-то общее собрание, принимается решение по проведению капитального ремонта Квартирного дома Эти документы должны в том числе быть доступны и понятно, что там записано И любые вопросы, которые решаются на общих собраниях, они затрагивают даже на интересах каждого собственника Но никаких документов, смет и проектов собственники на руки не получали Да что уж там говорить, в глаза не видели В общем, вывод прост Рязанские коммунальные службы – самые гуманные в мире Побор из пенсионеров, причем в срочном порядке и в сжатые сроки – это их конек И основную роль здесь сыграл жилищный кодекс Ведь именно в нем указано, что собственники жилья обязаны за свой счет делать капитальный ремонт Или же полностью менять лифтовое оборудование Мол, любишь кататься – люби и за саночки платить Все у нас как-то не слава богу Вчера в учебном корпусе рязанского филиала Московского университета МВД России Прозвучала пожарная тревога Правда, тренировочная Спасатели вместе с курсантами отработали действия на случай возгорания Тема эта сейчас как никогда актуальна Ведь только в этом году на территории нашего региона произошло более тысячи возгораний А к Новому году по статистике количество подобного рода происшествий неизменно увеличивается Далее репортаж с места событий Цель учений – отработать порядок взаимодействия сил и средств Гарнизона Государственной противопожарной службы с администрацией университета Способы эвакуации людей при пожаре А также потренироваться в использовании различных способов спасения людей По замыслу учения в результате короткого замыкания электропроводки В помещении серверной расположенном на втором этаже учебного корпуса Произошел пожар После возникновения условного возгорания Информация о происшествии была передана в пожарную охрану Персонал учреждения организовал эвакуацию студентов из здания корпуса Добровольная пожарная дружина учебного заведения проводила эвакуацию Оказывала первую медицинскую помощь Тушила условное возгорание По прибытию первых пожарных подразделений было организовано спасение людей, не успевших покинуть здание Люди были эвакуированы с помощью автолестницы, веревочного устройства и куба жизни В ходе учения были отработаны действия по взаимодействию сил и средств гарнизона Государственной противопожарной службы С аварийными службами и службами жизнеобеспечения Порядок взаимодействия пожарных подразделений с администрацией объекта и оперативными службами Кроме того, проверялась исправность источников противопожарного водоснабжения Также персонал учебного заведения отработал действия по своевременной передаче информации о возгорании, проведении эвакуации людей, тушению огня до прибытия пожарных расчетов Считаю, что в ходе данного мероприятия отмечаются в целом слаженные действия всех включенных к данным учениям категории Всего в учениях было задействовано более 40 человек, привлекалось 10 единиц техники Новый год не за горами, и хотя снегом главным атрибутом этой новогодней сказки в нашем городе пока даже и не пахнет Но Дирекция благоустройства города всеми силами старается создать праздничное настроение Новогодние елочки уже появились на площади Ленина и у крупных торговых центров В этом году более 30 зеленых красавиц будут радовать рязанцев Какое оно предновогоднее настроение? Конечно же, у каждого свое У кого-то оно создается радостным ожиданием искрометного веселья и ярких фейерверках У кого-то предвкушением встречи Нового года вдали от душного мегаполиса Там, где воздух чистый, а снег белый И какое настроение без главных новогодних атрибутов – елок В нашем городе новогодние красавицы уже вовсю устанавливаются Первая елка появилась у кинотеатра «Москва» Сейчас зеленые красавицы украшают территорию кинотеатра «Октябрь» До Каприокские круиза торгового центра «Кит» и цирка Монтируется ель на площади Ленина Всего наш город украсит 33 новогодних дерева Что, кстати, на 4 больше, чем в прошлом году А в соответствии с распоряжением администрации города А по этапным переходе от натуральных елей к искусственным Живыми будут только 4 Но и они не нанесут вреда экологиям Так как вырублены будут в соответствии с планом санитарных вырубок В среднем дирекция благоустройства устанавливает в день по одной елке Пока установка идет согласно плана Никаких срывов графика нет К 15 числу все новогодние красавицы будут на своих местах Ну а самая большая 20-метровая елка 7 декабря будет установлена на площади Победы А украшена она будет специально закупленными новыми игрушками и фонарями В общем, все идет по плану Новый год неумолимо приближается Пора озадачиваться подарками и есть мандарины И дело, пожалуй, только за снегом И тогда с предновогодним настроением точно будет все в порядке Это был последний видеоматериал нашего сегодняшнего выпуска Далее в эфире программа подробности Гостем студии стал депутат Государственной Думы Николай Булаев И речь пойдет о законопроектах, принятых российским парламентом за последнее время А на сегодня это все, и до встречи в эфире МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова